Благодаря этому удобрению хилая рассада, оживет и окрепнет, копеечный способ. Правильная подкормка рассады обеспечит вас щедрым урожаем. Для этого даже не обязательно покупать дорогие удобрения, лавровый лист, станет отличным источником полезных микроэлементов для зелени. О том как правильно подкормить рассаду с помощью лаврового листа, рассказываем в материале ниже. Чем богат лавровый лист? Лавровый лист – ценный источник полезных элементов для рассады. В нем содержатся витамины А, В, С и РР, дубильные вещества, эфирные масла. Они способны повысить иммунитет растений и защитить почву от грибка и плесени, а рассаду – от черной ножки. В лавровом листе также много макро- и микроэлементов, а именно, калия, фосфора, марганца, селена, натрия, магния, железа и меди. Подкормка из лаврового листа, полезна для всех без исключения культур. Им можно удобрять как рассаду, так и комнатные растения. Особенно хорошо он действует на томаты, капусту и перец. Как правильно его вносить в почву? На этапе посева семян нужно добавить в землю, измельченный на кофемолке лавровый лист в расчете, на 1,40. Тогда перемешать почву и высеять семена. После такой процедуры подкормка не понадобится в течение месяца. Лавровый лист, также можно добавить в почву во время пикирования, или высадки в отдельные стаканчики. Также из лаврового листа, можно приготовить удобрение для полива рассады. Для этого 4 средних лавровых листа, залейте 1 литр теплой воды, температуры около 70 градусов Цельсия. Потом оставьте на 3-4 часа, чтобы настоялось. Благодаря такой подкормке растения оживут, станут крепче, будут лучше расти и сильнее цвести. Раньше мы рассказывали о том, как приготовить домашнее удобрение из дрожжей. Читайте также о том, какие ошибки при посадке картофеля, могут оставить вас без урожая.